Мост Черескачу в Красноярске в очередной раз не сдали в срок. Открыть переправу в районе улиц Калинина, мэр Чакабрянская, должны были и сегодня ночью, но подрядчик не успел доделать все работы. Не заасфальтировал подъезды к мосту и не обустроил тротуары. Сроки приходится переносить уже во второй раз. По контракту сдать объект, который ремонтировали полгода, должны были еще 1 сентября. Сегодня в 7 утра на строительной площадке побывал руководитель департамента горхозяйства Гертитинков. Он устроил мостовикам разнос, но, по словам представителя подрядчика, 101-го мостотряда томского филиала компании «Сибмост» во всем виноваты поставщики, которые не привезли вовремя нужные материалы. Было здесь сорвано на два месяца начало работы. Мы подписали контракт 30 декабря 2014 года, а вышли работы только в марте месяце. Движение запустили 3 марта, с 3 на 4 марта запустили движение. Потом, значит, прошел сбой по металлу. Этот металл сам обставляет Назаровский завод. Вот, в принципе, все и сложилось так само, что вот эти 15-16 дней не хватило, чтобы мы в срок сдали мост. Мостовики пообещали все быстро доделать, если им не помешает дождь. Напомню, мост через Качу закрыли для движения полгода назад. С 4 марта весь транспорт пускают в объезд. По словам Игоря Тетенкова, за срыв сроков по муниципальному контракту подрядчику грозит штраф. Сейчас юристы мэрии готовят претензию. Деньги за свою работу, это 138 миллионов рублей, подрядчик будет получать поэтапно. Кроме этого, если качество нового моста специалистов департамента не устроит, или он не пройдет проверку зимой, то подрядчик будет обязан устранить дефекты за свой счет. Я уже неоднократно говорю об этом, о том, что если организация заходит на объект, объект значимый в городе Красноярске, капитальный ремонт моста, да, вот, значимый, соответственно, нужно рассчитывать на свои силы. Поэтому вот это то, что сейчас вам сказано, это не принимается. То, что вчера рабочее совещание было, вы сказали, это сделайте, не сделали. Принимаем меры по штрафным санкциям, как положено. Значит, считаю, что до четверга, значит, соответственно, все работы полностью доделываются. В четверг проводим штаб и, соответственно, принимаем решение.